С сегодняшнего дня операторы сотовой связи, как и средства массовой информации, обязаны информировать своих абонентов о возможных чрезвычайных ситуациях и неблагоприятных погодных явлениях. Причем и делать это мобильные операторы должны с помощью СМС-сообщений абсолютно бесплатно, то есть за свой счет. В конце мая соответствующие поправки в Федеральный закон о связи и закон о СМИ были приняты Государственной Думой и одобрены Советом Федерации. По замыслу законотворцев нововведения позволят своевременно информировать жителей в случае экстренных ситуаций. Регламент взаимодействия между региональным управлением МЧС и сотовыми компаниями нам прокомментировал заместитель начальника ведомства Владимир Кудренко. Взаимодействие осуществляется через службы Центрального федерального округа. Информация делается СМС-заявкой через Центр управления регионального центра, где есть региональные операторы на территории Центрального федерального округа, которые уже в зависимости от координат и области, которые захватывают то или иное возможное происшествие, или на территории, которая прогнозируется, уже включаются определенные сотовые операторы, вышки и территория. Четко регламентирован то есть порядок с момента получения того же или штормового предупреждения от Белгородского ЦГМС до момента, когда человек получит СМС-заявку где-то в течение получаса. Сотрудники ведомства обращают внимание жителей области. При получении сообщения о чрезвычайной ситуации, реальной или прогнозируемой, примите его к сведению и поделитесь с родными, друзьями и коллегами.